О боже, обновление для Вальхейма вышло не через год, ребята, это не учебная тревога. На тестовых билдах игры уже можно поиграть, и если кто не в курсах, мы ждали эту обнову не так долго, ибо она типа мелкая обнова, которой занимается другая команда разработчиков. Ну и чё тянуть-то, я и так прилично опоздал с обзором, но да ладно. Ребята, не скупимся на лайки, подписки, ну и по итогу ролика обязательно черканите в комменты, чё думаете про обнову. Это, кстати, мои дорогие донатеры, обожаю их, люблю, и ссылка на донат в описании, а также там есть и тгшка, на которую тоже лучше подписаться. Давайте, ребят, по-быдому. Короче, обнова, изменения, так сказать, приветствуют нас прям с порога, в лице наших персонажей, у которых отныне из-под головного убора видно всю волосню. Выглядит круто, и вообще, я в куй-то веке вспомнил, что в Вальхейме есть волосы у моего персонажа. Далее, РНГ чисто с барского плеча даёт тебе возможность модифицировать свой мир как хочешь. Тебя слишком сильно бьют мобы, можешь поставить сложность боёв поменьше. Задолбал и целый день фармить железо? Пожалуйста, повышая количество дропающихся ресурсов. Ну и, наконец, можно легально таскать ресурсы через портал. Да, разработчики добавили несколько, так сказать, пресетов, но они беспонтовые. Так что ставьте то, что удобно конкретно для вас, и кайфуйте от игры. Ну и, конечно же, ждите в ближайшую неделю кучи роликов по типу 100 дней хардкорного выживания в Вальхейме. Друзья, я выставил все настройки на максимум. Ого, что же будет? Ну, короче, вы поняли. Лично мне именно эта часть обновления нравится больше всего. Я вот всё хочу рестартнуть в Вальхейме, но каждый раз душусь, а сейчас перспективы рестарта более чем радужные. Далее, конечно же, начинается самое интересное. Наш любимый Хуинг сообщает о том, что в этом мире появилась торговка, и что её обокрали, и лучше бы её навестить и помочь. Ладно, не буду я тут тянуть интригу, вы так всё знаете. Это торговка Хильдир. Поиск её аналогичен поиску обычного торговца. И ровно как и обычный торговец, на стартовом острове она, как правило, не появляется, если вы не изучите лакерок. Ровно как и Хальдер, она отмечается, если вы находитесь поблизости. Но в отличии от Хальдера, она появляется на лугах. Ну и пора, наверное, знакомиться. Вот она, дамочка в беде. Всё, что мне запомнилось в её локации, это вот этот фешенебельный диван, который я очень хотел бы заиметь в свою викингскую лачугу. Пока ассортимент у неё не очень большой, но оно и не важно. Ведь нажимая на её стол, на карте у нас появляются несколько отметок. Жуткая пещера, тлеющая гробница и запечатанная башня. Ничего не остаётся, кроме того, как пойти узнать, что же это всё-таки такое. В чёрном лесу мы натыкаемся на тлеющую гробницу. Неужто новый данж? Но заходя внутрь, мы понимаем, что нас, мягко говоря, наебали. Ибо тлеющая гробница это абсолютно тот же самый данж, что и был всегда в чёрном лесу. С одним лишь отличием. Здесь все мобы имеют звезду, а также из гробов то и дело валятся скелеты. Забавно, конечно, но есть здесь действительно что-то новенькое. И таки да, мини-босс Бренна, представляющая из себя слегка бафнутого скелета. Выглядит стилёво, дерётся всё так же, правда, дерьмово. За исключением того, что у неё есть вот эта огненная атака. Босс не то чтобы сложный, но всё же порадовал. Да и я дрался с ним в грейженной броне с туманных земель. При смерти с него выпадают, конечно же, трофеи. Ну и сундук, который вроде как нельзя телепортировать, но соответствующей пометочки нет. Возможно, из-за того, что я там шаманил что-то с модификаторами. Неважно. В общем, доносим этот сундук до Хильдер. Смотрим прикольную анимацию, а позже мы можем обнаружить, что ассортимент в его магазине стал намного больше. Короче, вы поняли. Зачищай данжи, тащи сундуки и вот тебе все задания Хильдер. Так что давайте дальше. Следующая достопримечательность, которую мы обязаны посетить, это жуткая пещера, которая располагается в горах. Опять же, прикол тут лишь в звездных мобах. А в остальном, это абсолютно тот же самый данж из гор. Ну и босс Гейрафа. Неуязвимая к магии льда. Как всегда. Ибо сама не прочь побить тебя льдом. И вот эта мунмазель вносит уже урона нормально. Хотя может проблема в том, что я пришел к ней в магической броне. При убийстве опять же. Трофей и сундук. Потому незамедлительно предлагаю отправиться на последнюю остановочку. Запечатанную башню, располагающуюся на равнинах. Какая же мать его она большая. И черт возьми, это единственный новый данж, который добавили с этим обновлением. Кстати, эту башню нельзя вообще никак разрушать. И скоро вы поймете, почему это огромная проблема. В общем, пробираемся в башню через балкончик. И понимаем, что тут все просто кишит долбанными гоблинами. Но и ресурсов тут мое почтение. И железо. И уверен, со стольких гоблинов можно нормально так поднять черного металла. Другое дело, как вы столько унесете. Но, наверное, вопрос это уже второй. Ну и нам нужно проследовать на первый этаж. Ибо там нас ожидает Зил и Таигр. Словно алхимик из доты, эти два парня действуют сообща. Маг, сидящий на игре, то и дело кастует щит. Или фаербол. А большой парень, ну, делает то, что он умеет лучше всего. Просто бьет вас. Смотря на урон, я вообще не представляю, как бороться с этим боссом. При условии, что башню нельзя ломать. И что-либо в ней строить. А арена тут как бы очень маленькая. Убивая крепкого мальчика, шаман остается один. И он как бы тоже не промах. И потанцевать с ним вам придется изрядно. Но рано или поздно, все умрут. Вы залутаете два трофея. И подберете последний сундук. И не забудьте, кстати, заглянуть в сундуки на первом этаже. Вас там ждет самая дорогая вещь в этой игре. В общем, приносим последний сундук этой трижды проклятой Хильдер. И теперь нам доступна абсолютно вся одежда, которая есть в игре. Ну и вы просто посмотрите, сколько ее. Правда, эта радость проходит, как только вы понимаете, что на самом деле всего-то в игру добавились 6 видов туник и 5 видов шапок. А все остальное это лишь их разноцветные вариации. Эту самую одежду я вам и предлагаю оценить. Теперь давайте обсудим, что там осталось по мелочам. Ну и к итогам уже, да? Добавили бенгальский огонь, который также покупается у Хильдер. Типа прикольно, но добавить нечего особо. Также у нас появилась куча разноцветных фейерверков, которые работают так же, как ядро суртлинга. Только у нас теперь имеется аж 5 разных цветов. Атмосфера праздника, друзья! Также теперь у нас есть вот такие чаши с костром. Выглядят круто, но опять же, чтобы их скрафтить, нужно сначала эту самую чашу надыбать у Хильдер. Ну и полюбуйтесь, как трофеи мини-боссов выглядят на стенке. Как бы реально достойно. Ну и самое главное, что можно купить у Хильдер, это запчасть для стола Цирюльник. Блять. Ну и самое главное, что можно купить у Хильдер, это запчасти для стола Цирюльник. А на нем нам доступны новые прически, которые вы никак не поставите при создании персонажа. Ну и отныне в любой момент игры вы можете поменять свой лук. Учитывая, что мы теперь видим волосню нашего героя, это просто отличное нововведение. Но в сухом остатке это обновление не то чтобы странное, а скорее скамерское. Давайте объективно. Мне нравится возможность как угодно настраивать свой мир. Да, если вы играете в Вальхейм в первый раз, вам лучше даже эту настройку не трогать. Но я наиграл уже 400 часов, и мне банально душно каждый раз стартовать сначала. А теперь я могу убрать все костыли, что меня душат. Ну и да, жду тех самых комментаторов из прошлого ролика по валке, что писали мне, ой, креативный режим и так добавят, что ты гонишь на игру. Ну конечно режим, где тебе нужно открывать рецепты для постройки, это круто, но полноценным креативом это не назвать. Ну и также, тех комментаторов, что писали, что креатив не нужен, это нарушает логику Вальхейма, а возможность полностью исключить рейды и легально телепортировать металл, это не нарушает логику Вальхейма. Господа, вы когда уже определитесь, что хотите от игры, тогда и пишите мне, что я не прав, окей? Но, да хрен бы с этим, ведь остальная часть обновления просто халтурная. Опять же, объективно добавили лишь один новый данж, три мини-босса и 11 элементов одежды. Причем, забавная вещь, я всегда считал Вальхейм ультра-концептуальной игрой, в которой ни одна игровая механика, ни один игровой предмет не является бесполезным, а строительство зависит не только комфорт, который бустит стамину, и не только скорость доступа к нужным крафтелкам, а также и крепость твоей базы, которая нужна при здешних рейдах. Но одежда, которая ничего не дает, а чтобы ее получить, надо как бы победить не самых легких мини-боссов. Ну это конечно да, вот в этом и прослеживается эдакая философия Вальхейма. Короче, все, что я могу сказать, та команда, которая занимается, так сказать, мини-обновлениями, еще те распиздает. Взять готовых врагов, добавить им одну новую атаку, опа, мини-боссы готовы. Взять готовые данжи и добавить туда эффектов, опа, новые данжики. Короче, доверие к Ренгейт падает прям с каждым обновлением. И не надо писать, уууу, эту игру делали пять шведов. С этой игры, эти самые пять шведов, заработали бабла на долгие годы вперед. Уууу, это инди-проект, что ты докапываешься? Если бы я увлекался инди-играми, я бы привел вам примеров пять таких игр, где подход к разработке намного серьезнее, чем здесь. Но пока я это все прощаю, за возможность полностью настроить игру. Я таки стерплю эту попытку надуть меня, и подожду того, что будет в пепельных землях. Понимаю, многие, возможно, со мной не согласятся, но у вас есть возможность все это высказать в комментариях, правда, после поставленного лайка и подписки на канал. Ведь именно из-за нее мы с вами еще раз увидимся в Альхеме. Пока!